Семь погибших коммунальных ЧП с таким большим количеством жертв в Ярославле никогда не было. Еще более ужасной трагедии делает то, что под бетонными плитами одна семья осталась в полном составе. Бабушка, мама и двое ее детей. Татьяна Шигенцукова работала в департаменте финансов мэрии. Там до сих пор не могут поверить в то, что Татьяны больше нет. Вместе с мамой, дочкой, шестиклассницей и четырехлетним сыном. Татьяна жила в роковом четвертом подъезде дома 11 на шестой железнодорожной. Ее квартира была на третьем этаже. Как оказалось, прямо над местом взрыва. Под завалами погибли все. Мальчику на следующей неделе должно было исполниться пять лет. Самой Татьяне было 34. Золотой человек. Коллеги о ней по-другому просто не говорят. Отмечают, что всегда была улыбчивой и жизнерадостной. В департаменте финансов отработала два года. Это действительно самая большая трагедия. И это гибель практически всей семьи. Сотрудница погибла. Погибла ее мама. Погибло двое детей. И это действительно горе. Среди погибших возможно вольный или невольный виновник ЧП. По предварительным данным, эпицентр взрыва находился на втором этаже в квартире 50-летнего Сергея Суботина. Он жил с женой и сыном, но во вторник они, к счастью, не ночевали дома. По одной из версий, в квартире произошла утечка газа, либо он был просто не выключен. Мужчина рано утром решил закурить. В результате взрыв и семь смертей.